Всем ДВС, друзья, меня зовут Сергей Лав И сегодня я хотел бы поговорить о том, как прокачивать правильно санктуарий В общем-то, тема эта достаточно простая, но лучше в ней разобраться с самого начала Потому что количество прокачки ограничено И, конечно же, хотелось бы сделать её максимально эффективной И тут ещё такой момент На самом деле, данный вид я хотел сделать и выложить ещё чуть ли не неделю назад Записал его Но в итоге понял, что допустил несколько таких, знаете, шероховатостей Несколько неточностей, которые не давали мне покоя И поэтому я в итоге решил не выкладывать видео А сейчас, к сожалению, моё самочувствие ужасное И, скорее всего, второй дубль будет гораздо хуже И менее сочнее, чем первый Но зато он будет более точный по содержанию Поэтому давайте переходить к делу Как же здесь всё прокачивать? Начнём с сердца Орбиса Орбис это как практически орбит Спелый апельсин Это первая постройка, с которой нас знакомят И, наверное, первое впечатление у многих Это, о, круто! Она производит местные скайстоуны, местные гемы Местную донат-валюту Называйте как хотите Мало-то круто, я её прокачаю по максимуму Чтобы прям как можно больше хапать с этих, собственно, алмазов Но, ребят, на самом деле с алмазами дело обстоит так Что другими путями в игре они получаются в достаточно хорошем количестве И, в общем-то, прирост с данной постройки Относительно других источников не настолько уж и значим Поэтому первое впечатление, конечно же, яркое Такое, да, хочется построить, алмазы круто Но, на самом деле, не спешите с вложениями в данную постройку И поначалу можно ограничиться развитием 2.2.0 Это будет наибольшее, наивыгодное вложение с точки зрения КПД Но, ребят, с этим не всё так просто Дело в том, что поначалу ты так особо не обращаешь внимания на золото Да, ну, вначале особо-то и не нужно Но дело в том, что чем ближе ты к эндгейму, тем больше у тебя проблем с золотом И, на самом деле, с этой точки зрения Уже становится не такой уж и плохой идеей прокачать сердце Орбисом Поэтому начинайте с 2.2.0 Когда у вас будут прокачаны другие постройки Я скажу, в какой момент В принципе, докачивайте 3.3.3 Это увеличит где-то в два раза прирост золота и алмазов И, в общем-то, при такой максимальной прокачке Можно будет получать 100 тысяч золота в день Опять же, относительно других источников получения золота это немного Но золота много, в принципе, не бывает И лишние 100 тысяч за ничего не делали каждый день Это приятно Поэтому с этим разобрались Дальше идём Лес Душ Это вторая постройка, которая нам открывается Здесь всё катастрофически просто Прокачивайте её 0.3.0 И больше вообще ничего здесь не прокачивайте Серьёзно, остальные улучшения не стоят Вот прям даже обсуждений на самом деле Третья постройка точно нет Ни при каких обстоятельствах Потому что Вот один такой момент тут есть Допустим, выращивание пса Занимает сутки, 24 часа Я честно скажу, я ненавижу Такие таймеры в играх И вообще где-либо 24 часа Потому что Ты заходишь там чуть позже, да, знаете На 5 минут, на 15 А то я вообще забыл там на пару часов И у тебя постепенно этот таймер Всё сдвигается и сдвигается в плюс Вплоть до того, что в какой-то день Ты, в общем-то, раньше ложишься спать Чем заканчивается таймер И у тебя ночь пропадает И это вот не всегда приносило Какой-то дискомфорт Вот эта пропажа ночи Но здесь мы можем ускоряться Заканчивать выращивание Того, что здесь выращивается за стигму Поэтому Это не имеет никакого значения Да и в принципе прирост Он настолько мизерный Что даже если бы он, наверное, был в 2 раза Больше, чем 15% Да, был бы он 30% Наверное, даже в таком случае Никто бы особо не рекомендовал К прокачке данную постройку Но что насчёт Вот этого улучшения Здесь Каждый четвёртый пингвин у вас будет Двумя звёздами Нежели одной Опять же Большинство игроков По тому, что я нашёл Склоняются к тому, что это не стоит Того, чтобы вкладываться Слишком мизерный прирост Прокачка происходит По основному Другим способом Пингвинов вообще не котируют Как быстро прокачивать Шестидзвёздочных персонажей Я уже видео делал Оно есть на канале Вы его можете легко найти Если не забуду Даже ссылку в описании Вам оставлю Поэтому пингвины Слишком незначительная вещь Чтобы о ней заморачиваться Хотя, опять же Видел я и отзывы Кто-то вступался Типа А я вот прокачал И мне нравится Но, опять же Если вы вдруг считаете Что вам это очень надо Стройте на свой страх и риск Понимая всю ответственность Того, что вы делаете Но я не рекомендую Моя рекомендация 0.3.0 И без вопросов Дальше Кузница Это, в общем-то Постройка номер один В принципе В местном Сегменте В самом начале Она, возможно, не так нужна И может показаться Что она, в общем-то Особо-то вообще не нужна Но, поверьте Уже ближе к мидгейму А уж тем более В эндгейме Это абсолютно Мастхевная постройка Со всеми Со всеми Своими аспектами Начинать ее Стоит развивать Ну, после того Как вы сделали 2.2.0 Наверное В сердце 0.3.0 В душах И переходите К ней Сначала Стройте 0.3.0 Потому что Средняя постройка Больше всего Дает выгоды Она увеличивает В два раза Эффективность Данной постройки Видите, здесь Эпик 6% Эпик 12% То есть Probability В два раза Увеличивается Дальше Расширяется Сокращение Золота Для крафта Потому что К этому моменту Когда вы Закончите Эти все постройки У вас начнутся Проблемы с золотом Поэтому однозначно Без раздумий Делаем 3.3.0 Дальше В принципе Нужно уже улучшать Последнее Улучшение Потому что Поначалу кажется Что в принципе Ресурсы можно Повыбивать А вот Золото Хрен достанешь Но на самом деле Переходя к крафтам Более высокоуровневыми Допустим Вот уже С 70 уровня Восемьдесят пятого Можно увидеть Что здесь Требуется по 50 По 60 Когтей И как-то Это совсем Не топно Что ты начинаешь Крафтить 30 когтей С учетом Потому что Ты еще За всякие Околосюжетные Квесты Их сыпь Те кажется Что в принципе С ресурсами Здесь норма Обстоит дела Там 30-40 Фигня какая Да Но вот 50-60 Это уже В любом случае Труднодоступно Поэтому Кузницу Стройте 3.3.3 Это однозначно В какой Последовательности Опять же Здесь Каждый сам Для себя Определит 0.3.0 В первую очередь Дальше Смотрите Что вам Нужнее В какой момент Но Прийти к этому Вам нужно Как можно Скорее Дальше Стол Как это Стол Наверное Ну короче Алхимик Это Если я не ошибаюсь Вообще Очень Достаточно Новая Постройка Введенная В игру Прямо Буквально Вот-вот Что с ней Нужно Делаться Идеальная Прокачка Считается 0.3.2 Опять же Третье улучшение Нам нужно Обязательно Кровь Износу Возможно Не стоит Его делать Прямо В самую Первую Очередь Как я Сделал Я бы Сейчас Наверное Предпочел Бо Перекрафтить В сердце Орбиса И получать Больше Золота И алмазов Потому что Третий уровень Открывает Крафт Катализаторов И эксклюзивной Экипировки Это вообще Не нужно Мне сейчас Ближайшие Тысячу лет Тоже Да и Катализаторов На самом деле Опять же У новичка У среднего Игрока Их настолько Немного Что Перекрафчивать Их с рейтингом Там по-моему Три к одному Выходит То есть Ты закладываешь Ненужных Получаешь Один Нужный Это Такое себе Удовольствие Потому что Ты никогда Не знаешь Какого-то Нового персонажа Сейчас вот-вот Достанешь И тебе Эти катализаторы Может быть Понадобятся Опять же Более Такому Опытному Игроку Которого Уже Все есть Который Уже Там Определился У него Есть Вектор Развития Он уже Понимает Какие Катализаторы Ему После Кузницы И после Сердца Орбиса Почему же Вот В третье Улучшение Стоит вкладывать Именно два А не три Поинта Хотя Казалось бы Она В общем-то Увеличивает Эффективность Крафта И казалось бы Вроде Те же самые 5% Добавляет Но почему Допустим В двойку Вложились А в тройку Не вложились Здесь Очень интересный Момент Собственно Вокруг которого И крутится Данное Улучшение Дело в том Что При крафте Эпического Катализатора Это именно то Что вы хотите Делать Потому что Они не падают Чуть более чем Полностью Мне еще Ни одного Не выпало В магазинах Они стоят 400 АП Что Соответствует 50 заходам На карту Что тоже Как бы Время А их нужно Как правило Там не один А два Или там Вообще Десять В общем-то Это то Что вам нужно Дело в том Что Что при втором Что при третьем Улучшении Соотношение Вложенных ресурсов К выхлопу Оно Одинаково То бишь Для получения Трех Эпических Катализаторов Потребуется Если я не ошибаюсь Тринадцать редких Катализаторов Именно поэтому Особо Сейчас мы Вложим Сюда Это будет Восемь Я сейчас Ничего Крафтить Не буду Тогда Тринадцать Сколько Там Остается Пять Да Давайте Пять А что-то Не хватает Значит Я наврал Вот Четырнадцать Значит Требуется Ну так вот Выхлоп Вроде как Одинаковый По крайней мере По той Информации Которую Мне написали Знающие Люди Поэтому Ноль Три Два Это то На что Я ориентируюсь И опять же Не в первую Очередь В первую очередь Здесь Здесь Ну и Хайкоманд Я его так Знаете Обделил Вниманием Дело в том Что он Самый такой Не то чтобы Спорный Но Самый Вкусовой С точки зрения Развития Смотрите Здесь есть Четыре вида Миссии Одни Приносят Золото А золотом Всегда Проблема Я сейчас Бегаю Миссии Именно на Золото Именно Долгосрочная Миссия Потому что Мне лень Заходить в игру Каждые полчаса Или час Я даже Каждые Три или четыре Чета не захожу Я может быть Захожу Там Ну в общем Реже Мне абсолютно Неинтересно Заниматься Вот этим Микродрочем И золотом Проблема Хотя опять же Опытные игроки Не бегают На золото Потому что Оно получается Другими способами А вот Другие типы ресурсов Они гораздо Более редкие Но мне сейчас Важнее золото Дальше Адвенчер Миссии Приносит Стигму Опытным игрокам Она вообще Нафиг не нужна Да и в принципе Она тоже Не цена Вообще Поэтому Вот на адвенчер Не бегайте Ребят Точно нет Самое ценное Что можно придумать Это хантмиссион И эншин коины Это Это очень ценно И опять же Вроде как Большая часть игроков Склоняется к тому Что именно Вот это И нужно делать Дело в том Что именно За эншин коины Вы покупаете Вы покупаете Себе Чармы На прокачку Проточку Бижутерии То есть Колец И ожерелек А это Дефицитно Их нигде Больше особо Не взять И как бы Сами понимаете Качаться нужно Шмот точить Нужно А нечем Поэтому Эншинт коины Это то что вам Будет хотеться Наверное Больше всего Но так же Есть еще И достаточно Популярное Мнение Что на самом деле Конквест Поины являются Самым ценным Именно на Конквест Миссии Стоит бегать Причем Самые выгодные Миссии По 30 минут Ей богу Типа Потому что Еще стамина Тратится Ей богу Мне этим заниматься Не хочется Именно поэтому Я не могу сказать Что есть какое-то Прямо Однозначное Единое мнение Которое Гарантирует вам Наиболее Комфортное Присутствие В данной Постройке Да Потому что Кто-то захочет Бегать Хант миссии Кто-то Вар миссии И в зависимости От этого Вы уже можете Отталкиваться И потратить Какие-то Остающиеся Если у вас Будут оставаться Конечно же Орбисы На прокачку Но базовый Стандарт С которым Вы скорее всего Не прогадаете Вообще Ни при каких Обстоятельствах Является 1-1-1 Открывает Все миссии И в общем-то Дает широкую Вариативность То есть Вы все ресурсы В принципе Можете собирать У вас есть 2-4 Часовые миссии Часовые Все это нормально Все это Юзабельно Но вот дальше Как прокачиваться Ребят Это уже чисто Вкусовое На свое Усмотрение Может быть Вы сочтете Что вообще Вам не нужно Сердце Орбис Качать Допустим Вы остановитесь На 3-3-0 Или 3-3-1 И вообще Закачаете себе Хай-команд По жести Ну и Все в таком духе Но тем не менее То что я вам Написал Является такой Максимально Выверной Схемой прокачки Которая Максимально Сбалансирована И подойдет Наиболее широкому Кругу Игроков Да Опять же Отклонение от нее На свой вкус И предпочтение Вы можете делать Запросто Но вектор Определенный Я вам задал На что стоит Сориентироваться И как прокачаться Как я уже сказал Тема крайне простая Здесь В общем-то Особо запутаться Не в чем Но все-таки Как новичку Я вот искал Информацию Что строить Почему строить Зачем строить В какой последовательности Строить Да Ты ее один раз узнал Один раз построил И в общем-то Все На этом И собственно Видео тоже Все на этом Поэтому В общем-то Пишите комментарии Надеюсь Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok